Всем привет, друзья! Сзади меня находится дом общей площадью 450 квадратов. На нем мы монтируем фиброцементный ссадин кедрал. Помимо кедрала мы на этом доме делаем утепление 100 мм, подшиваем с весу кровли, устанавливаем водосточку. Сегодня хочу сделать небольшой обзор этого объекта, показать вам кое-какие элементы монтажа, показать вам интересный крепеж для газобетона. Ну, меньше слов, больше дела. Погнали! Здесь у нас уже смонтированный участок. Вот так это выглядит. Обратите внимание, как мы делаем углы. Угол мы делаем из самого кедрала. У нас панель шириной 190 мм, мы ее распускаем пополам. Немного с другого ракурса это выглядит, чтобы было более близко, выглядит вот так вот. Вот так вот примерно выглядит стык издалека. Например, вот здесь вот стыковка кедрала выглядит вот таким вот образом. Обрешетку будем закручивать вот такими вот саморезами. Это специальные саморезы для газобетона. Их можно закручивать без дюбеля. У них вот такая вот широкая резьба, бита под торкс. Нужна для того, чтобы этот саморез закрутить. 8 мм у него толщина и 110 мм у него длина. Этими саморезами можно прикручивать обрешетку 3-5 см толщиной. Вот таким вот легким движением можно прикручивать вот эти вот бруски. Не надо ничего сверлить, дубелить. Очень быстро этими саморезами прикручивать обрешетку дезобетона. Дальше уже начинаем непосредственно устанавливать сам утеплитель, вставлять ее в каркас. Ну и по такому принципу продолжаем дальше устанавливать утеплитель. Получается, когда мы укладываем еще один слой утеплителя, мы перекрываем вот эту вот обрешетку. У нас получается такая, ну, без мостиков холода конструкция. Очень теплая, очень энергоэффективная. Если у вас стоит задача утеплить дом, то и вы хотите, например, утеплить таким утеплителем, как минеральная или каменная вата, то мы рекомендуем именно использовать вот такой вот способ с деревянной обрешеткой и делать утепление перехлестом. Дальше уже после того, как мы утеплили стену, мы начинаем монтировать нашу диффузионную мембрану. Сегодня я не буду вам показывать, как мы ее монтируем, потому что видос получится очень длинный. Здесь конкретно диффузионная мембрана Дельта Вентен. Мы гидрозоляцию по классическому для нас уже варианту заводим на откосную часть. Откос у нас здесь сформирован из фанеры. И гидрозоляцию вот эту вот мембрану мы обязательно приклеиваем специальным клеем к раме окна. То есть делаем вот такие вот четверти, заводим утеплитель на окно и делаем такие четверти, приклеиваем обязательно гидрозоляцию к окну, для того, чтобы у нас это место было воздухонепроницаемым. Снизу то же самое. Обязательно гидрозоляцию приклеиваем к подставочному профилю. Дальше на эту диффузионную мембрану мы прикручиваем обрешетку под монтаж фиброцементного садника. Доска сухая строганная 100 на 20. Прикручиваем ее на желтый саморез длиной 76 миллиметров в два места. То есть тут два самореза, здесь два самореза, здесь два самореза. Везде, где у нас идет, вернее, везде, где у нас крепится доска, мы прикручиваем по два самореза. И дальше уже начинаем монтировать непосредственно фиброцементный садинг. На этом участке хочу показать, как мы монтируем фиброцементный садинг кедрал. На этом объекте у нас кедрал идет в нахлест. Делается нахлест 3 сантиметра и получается вот такой вот рисунок. Снизу мы уже установили стартовую планку. Стартовая планка устанавливается горизонтально и она придает уклон первой панели. В дальнейшем вам покажу. Прикручиваем мы ее на специальные саморезы по фиброцементу. Саморезы называются грабер. Вот в такой коробке они продаются. Вот 4,8. 4,2 на 3,8. 200 штук коробки. Также в комплекте идет бита. Бита такой торкс интересный. Вот так вот выглядят саморезы. Саморезы из нержавейки. И преимущество этих саморезов то, что предварительно панель не нужно сверлить. Она идет со сверлом. И, соответственно, очень быстро получается их монтировать. Сейчас мы вам как раз это и продемонстрируем. Берем панель. Ставим ее в стартовую планку. И начинаем закручивать саморезы. Сейчас к обрешетке у нас должен быть максимально 600. На одну доску длиной 360 у нас должно быть 7 досок. 2 см от края мы отступаем саморезом. Это очень важный момент. Вот так вот выглядит закрученный саморез. 2 см мы отступаем от края. Сейчас мы установили первую панель. Дальше мы установим вторую панель. И после второй панели мы можем уже непосредственно устанавливать кронштейны для фиброцемента. Для того, чтобы удобно было закручивать панель кедрала. Для чего нужны кронштейны? У кронштейнов уже есть вот такой вот паз, который дает нам 3 см нахлёст. Для того, чтобы нам постоянно не нужно было отмерять вот эти вот 3 см, производители кедрала придумали вот такие вот замечательные кронштейны, которые формируют всегда одинаковый нахлёст. Там через примерно 5 рядов мы его проверяем по уровню. А так вот примерно все равно 3 см. И это намного упрощает монтаж кедрала. Без них, конечно, монтировать его намного дольше. Соответственно, в эти кронштейны мы уже устанавливаем панель кедрала. Благодаря этим кронштейнам мы можем поставить вот так вот панель. Её не нужно держать. Это очень удобно при закручивании, особенно если это где-то наверху. Потому что, если, например, так как у нас бригада 2 человека, то, понятное дело, что на высоте там нескольких метров без кронштейнов просто нереально что-то монтировать. Поэтому кронштейны они очень сильно облегчают монтаж кедрала. И дальше мы по старой схеме начинаем закручивать саморезы по фиброцементу. Субтитры создавал DimaTorzok